Алена, добрый вечер. Мы рады приветствовать в нашей студии «Золотого портного». Сегодня проходит наша с вами заключительная встреча по обучению на курсе «Шить выгодно» в серебряном тарифе. И хочется подвести итог. Что же вы такого наделали на этом курсе, чтобы вы сами понимали, какой вы прекрасный путь прошли, сколько всего узнали, освоили новые навыки управления своим предприятием, о котором мечтали. Но хочется вообще начать с самого начала и потихоньку буду задавать вам вопросы. Ваше имя, фамилия, возраст, какой город и состав семьи, чтобы если кто-то будет смотреть, к примеру, нашу эту встречу, сказал точно вот прям вот как я и мечтаю об этом же, и вот тоже хочу и не решалась там или еще что-то. То есть у каждого свое что-то откликается, и вы можете еще быть проводником к таким чудесным переменам, как и с собой вы совершили. Меня зовут Алена Малышева, мне 45 лет. Вообще, честно говоря, именно к шитью. Знаете, как это вот бывает после школы, ты пришел куда-то учиться? Даже можно сказать, у меня было так, неосознанно. Хотя шить любила еще с детства, куклом всем шила. Ну, пошла, можно сказать, ну, просто так получилось, что именно вот это вот, именно это направление было тогда на тот момент свободно. Поступила, выучилась. Мне нравилось, мне очень нравилось шить. Прям очень-очень нравилось шить. Я прям удовольствие получала. Ну, вот так жизнь повернулась, что очень много специальностей я за свою жизнь получила. А вот к шитью я вернулась, ну, наверное, последние, наверное, даже года три, не то что пять, года три назад. И я вдруг вспомнила, ну, я же ведь швея. Еще так получилось, что я пошла работать после банковской сферы. Я пошла работать в магазин тканей, а так как соприкоснулась опять с этим, и поэтому вернулось ко мне мое увлечение, мое обучение. Тем более, нужно было именно с образованием, швейным образованием. И меня вот как будто боженька направила именно специально в это направление, вспомни, что ты когда-то училась на швею. Мне все же зря, мне все происходит в нашей жизни, для чего-то это дано именно. И после этого, то есть я достала машинку, купила еще одну машинку, и все. И у меня, наверное, ну, была старенькая машинка, дело в том, что я купила новую современную машинку. И после этого, я уже даже работая в этом магазине, у меня зародилась тогда еще на тот момент мечта. Но это вот года два назад зародилась мечта открыть свой отелье-магазин. Отелье-магазин. Именно город у нас небольшой, всего 100 тысяч населения. А какой город? Но город Серов, вся эта Свердловская область, 300 километров примерно от Екатеринбурга. Зато конкуренция довольно-таки большая. То есть очень много небольших таких всяких отелье. Это сейчас, тем более сейчас, так вообще, мне кажется, вот, наверное, последние года два, это прям вообще настолько стало развито даже в магазине ткани. И то берут, например, на пошив, на индивидуальный пошив. Но это очень-очень мало, конечно. В основном, больше всего то, что не без примерки идет. Мне же хотелось чего-то индивидуальности какой-то. Мне хотелось того, чтобы человек пришел в магазин и, ну, выбрал там ткань. То есть от и до. То есть он выбрал ткань, модель и уже через несколько дней, недель, но в зависимости от заказа, естественно, уже пришел с заготовым товаром. То есть мне хотелось, чтобы он получил максимум услуг. То есть от, типа, получается, от подбора ткани, фурнитуры и все тому подобное, и уже до готового изделия. То есть мне хотелось вот такого. Ну, это сначала это все было в голове. То есть сначала это, конечно, мечты. Потихоньку шла-шла-шла к этому. То есть просчитывала, ходила-смотрела, что и как в других магазинах, в отелье ходила. Знакомых очень много швей у них узнавала, знакомилась с ними. То есть это постепенно-постепенно, пусть это было медленно, но в голове как бы это фиксировалось. Ну, то есть это вы счастливы до нашего курса, правильно же я поняла? Да, да, да. То есть уже вынашивали свою идею, ко всем приставали с этими вопросами, да, интересовались. Ну, я больше, наверное, не интересовалась, я, скорее всего, больше приглядывалась. Я даже до курса швейной портной, ой, золотой портной, прошу прощения, я даже уже где-то зимой я искала уже помещение. Даже звонила, узнавала, аренды спрашивала. То есть, ну, как бы меня это не оставляло, как бы уже цель. Я конкретно так рассматривала, но благодаря золотому портному, который стучался в дверь, стучался, стучался, стучался реклама, но я как-то все не обращала внимание, ну, наверное, полгода стучался. Ну, тут стучался. И я благодарна, что... Ну, я почувствовала, что это мое, что мне это надо. И когда уже пошло обучение, я сначала подумала, это же так тяжело совмещать работу плюс обучение, тем более себя очень много спрашивают. А я даже благодарна наставникам, я благодарю вас, Ирина, за то, что было такое, что вы хотели от нас и обратной связи, и не просто каких-то формальностей, да, а именно конкретные вопросы, конкретные цели, которые вы с нас спрашивали. Вот это вот для меня было ценно. Нет, ну, правильно, круто. Мы не принимаем ответы спасибо, было интересно и познавательно, да, то есть мы сразу вам заявили о том, что такие ответы у нас не прокатят, это про ничего, да, это, в общем, уничтожение всего того, что вы получили просто раз, ну, так вот, интеллигентненько ответили. Было хорошо, вкусно, полезно, приятно и так далее, да, важны детали, что вы унесли с собой, что вы проработали. Так выстраиваются только нейронные связи, очень круто. Хорошо. Был ли у вас онлайн-опыт чему-либо до нашей школы? Онлайн-опыт, но... Обучение проходили какое-то еще до этого? Да, но я, да, у меня как бы еще и курсы психологии, но там, да, это тоже онлайн было, и как бы оно у меня довольно-таки периодически, постоянно, я это не забрасываю. Ну, то есть развиваетесь все время. Да, 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 то есть именно психология, духовное развитие, для меня это постоянно, для меня я в этом вижу свое предназначение. Даже, честно говоря, было один период, когда у меня просто, ну, даже такое, что я хотела швейное и психологическое развивать направление, и даже уже как бы, ну, вот, думала о том, что нужно жить только в одно, то есть в одном только видеть свое предназначение. Много копала в себе, много, честно говоря, погружалась в себя, и медитации, и все. Даже с психологами, как бы мы вот это в подсознание лезли, но это уже очень глубоко, чтобы выбрать что-то одно. То есть сначала я сама, потом я с помощью психологов, но каждый раз, когда погружаюсь в себя, как в медитации, неважно, или просто в подсознании, каждый раз я находила один и тот же ответ, что мне нужно в двух направлениях развиваться. И это я сама, потом я обратилась еще к психологу, она мне сказала такую одну важную вещь. Она мне сказала, вот, Алена, есть люди, которым только нужно одно. Они могут только в одном направлении, ну, в какой-то период жизни идти только в одно направление. Потом, может быть, они могут поменяться их цель, поменяться их предназначение, потому что в жизни их может быть очень много. А ты такой человек, у тебя хватит энергии, силы и воли на то, чтобы рисоваться в двух направлениях. Я действительно, когда я уже это услышала, я успокоилась. Ну, это же хорошо сочетаемые направления, это же все равно психология, работа с клиентами, вы же идете как раз-таки в сферу услуг, да, поэтому здесь, как бы, в психологии сам Бог велел заниматься. Даже лучше вашему проекту будет от этого, потому что будете лучше понимать своих клиентов, их желания, что им соответствует и так далее. То есть множество там есть интересных вещей. Кстати, вот, наверное, последнее время, вот, на моей работе, где я сейчас работаю, она как бы, ну, ушла снова в банковскую сферу, как раз, вы знаете, тема психологии мне очень помогла, именно вот на данный момент, период жизни. Кстати, она вообще хорошо сочетаема в любой период жизни, не воспринимать негатив на себя. Это вообще, мне кажется, очень-очень прям. Я здесь, все нормально. Отлично. Ну вот, здорово, что вы нашли себя в разных направлениях, и действительно, что они хорошо, легко сочетаемы, поэтому даже можете и... Больше не нужно ходить к массе еще психологов для того, чтобы утвердиться в этой мысли. Вы прекрасно с этим справляетесь. Да, вот вы говорите, золотой портной стучался, стучался, стучался. И что вы у нас увидели? Ну вот, что откликнулось? Зачем мы вам нужны-то были? Вы и так уже практически говорите, я сходила, посмотрела, уже даже помещение смотрела, да, там и ткани, и поставщиков, и все-все-все практически. Вы уже готовы. Зачем мы вам понадобились? Ну, вот смотрите, вот я уже, наверное, повторюсь, что не все просто так, не в жизни не дается. То есть Бог не ведет тебя. То есть Он ведет тебя специально такими путями, чтобы раз ты именно такую цель себе поставил, вот Он тебя ведет именно к этому. Когда я работала в магазине ткани, я уже присматривалась на тот момент к поставщикам, заглядывала в накладные, хотя, конечно, от тебя скрывали это, но иногда они попадались мне на глаза, и я видела поставщиков, я даже просматривала где-то прайсы, чтобы сориентироваться примерно по ценам, смотрела примерно, что в магазине, то есть там очень много было фурнитуры. Я для себя это под корпус записывала, то есть именно в голову себе это все закладывала по полочкам, но благодаря именно когда вот уже интуитивно почувствовала, когда реклама вот эта вот долбилась-долбилась, золотой портной, я почувствовала, что мне это действительно нужно. И именно поэтому я пошла, нашла денег, и на тот момент у меня не было такой суммы, но нашлись деньги, и я пошла в золотой портной. Что мне это, да, что мне вообще это обучение, что в чем была польза для меня, ну, во-первых, во-первых, все структурировать, именно все так, как, например, ну и даже не финансовый план, а именно, например, воронка продажи, декомпозиция. Вот когда у тебя в голове это сидит, это немножко как бы абстрактно. А когда ты уже структурируешь все по полочкам, когда ты, например, видишь, какие тебе нужно, какое тебе нужно оборудование, оборудование, например, ну там вот швейные машинки, какие люди, какой состав команды ты уже хочешь. Вот это, когда все структурировано, уже сама картинка, она меняется. И ты даже в ходе этого, ну, например, у меня был вот такой пример, у меня, например, была, Ирина, вы знаете, да, то есть я себе сначала планировала как? Сначала, получается, заходишь в магазин, это магазин сначала тканей, потом уже проходишь какая-то раздевалка гардеробная, в которой принимает тебя администратор, и уже следующий, это цех именно швей, закройщиков, то есть, получается, сотрудников. для меня было это вот так, но в ходе обучения, в ходе именно все рассмотрели, когда по полочкам, все когда структурировали, и для меня уже систематизировали, уже помещение, даже вот это вот само, совершенно поменялось. То есть я увидела, что можно объединить и какой-то небольшой помещение, то есть не какой-то небольшой выкладка именно ткани, какая-то небольшая, пусть она там будет в периметре или еще как-нибудь, но это можно даже не сразу, а после, то есть хотя бы там через полгода или как-то развивать, да, то есть когда начинается уже сначала индивидуальный прошив, берется ткань, например, с какого-то другого магазина, а потом ты уже можешь обустроить это. И здесь же можно сделать и администратора, здесь же можно сделать и гардеробно. Для меня вот, например, администрат, он для меня казался, что он вообще должен как бы уже в ходе того, что принимать заказ. Но когда мы все-таки рассмотрели помещение, именно сотрудников для меня немножко план передвинулся. То есть получилось не три помещения, как я изначально хотела, а уже два. То есть вот я увидела в этом для себя немножко по-другому. Ну и вот я поэтому и говорю, что все-таки золотой портной мне показал реалистичную картинку, а не ту, которую, например, я рисовала себе в голове. Ну то есть картина в цифрах, то есть в вашем плане показала, да, то, что если я намечтала, ну скажем, три зала себе, да, а чем я их заполню, да, куда через пустой зал буду везти во второй, да, и откуда закуплю ткани и сто процентов их не продам все, в любом случае, да, это складские запасы. Вот здесь нам нужно научиться ими качественно управлять, поэтому можно, ну вот, как вы и сейчас идете, да, вот еще прорабатываете этот план как раз-таки, да, для того, чтобы вы могли прийти к тем своим целям. Круто. Какую финансовую цель ставили на курсе? Финансовую цель, ну вообще изначально, вот когда пошла, я, наверное, так думала, 300 тысяч, да, но сейчас, сейчас, ну, наверное, конечно, не в первый месяц прямо заработать 300 тысяч, это, конечно, нет. Ну, финансовая цель стоит от бизнеса получать от своего 300 тысяч рублей, правильно? Ну да, я изначально ставила как бы для себя такую небольшую цель. Угу. А там, там, конечно, ну, наверное, все это фактически, когда уже будет, уже, уже все будет, как сказать, идти уже в процесс, тогда уже это будет, естественно, уже видно. Угу. Отлично. Почему решили вот пойти к нам и вот, ну, вот нашли школу, вроде увидели, золотой портной постучался, ну, посмотрели. Можно же было пойти еще искать какие-то варианты? Или вот мы как бы вам ответили на все вопросы, и вы без сомнения все доверились и пошли? Интуиция, что там сработала. Да, у меня очень сильная интуиция. Дело в том, что я просто забыла сказать, да, у меня вот онлайн, кстати, я почему-то забыла указать, что у меня была онлайн-школа, она у меня закончилась, кстати, 1 апреля. Онлайн-школа тоже швейная. Кстати, вообще случайно туда попала, но, как говорится, случайности не случайны, значит, мне это нужно было. Вот онлайн-школа, в которой я училась, можно вообще произносить или нельзя? Ну, почему можно? Нелли Мазгаровой, я туда попала по консультации девочки, которая меня как раз вот этим и заинтересовала. Она говорит, что там очень много выкрыт, там много чего интересного. Что интересно, для меня... Там швейки, правильно я поняла? Ну да, там даже можно изначально взять любого начинающегося, или даже который кто-то хочет. Но для себя я так поняла, что если, например, у меня мало опыта, было именно как швеи, то есть шила я мало, в основном только для себя, в основном только для родных, или какие-то прям небольшие такие. Даже были, да, у меня заказы, но небольшие такие. А для того, чтобы быть, наверное, хорошим специалистом, во-первых, и хорошо зарабатывать на этом, во-первых, нужно навык, опыт, естественно, скорость. Ничего у меня не было. И пройдя там, наверное, буквально, наверное, в начале, когда только началось, да, там много выкрыт, там много чего хорошего. Я для себя поняла то, что если я буду прям вот спешить за этими уроками, которые там даются, или еще что-то, то есть там, естественно, нужно отшить модель какую-то, например, и выложить. Тогда тебе будут за это баллы. Если я была бы хорошим специалистом, хорошим партнер, я бы, наверное, вот так бы и делала. А так как у меня все-таки была и работа, и мало времени, и мало того, что навыка большого не было, я для себя поняла, я взяла, например, какую-то одну вещь, которую я там начала делать. Может быть, для меня было то, что мало какой-то обратной связи, что ли, хотя там много девочек в чатах, можно обращаться, все. Но я, например, разобралась там в типажах, в цветотипах внешности. Сама для себя я разбиралась, специально для себя, потому что я для себя уже тогда планировала уже отелье-магазин и понимала, что мне это очень пригодится, потому что клиент, который приходит в отелье-магазин, и к которому подскажут по его цветотипу, по его типажу внешности, по его типу фигуры, это плюсик в отелье-магазин. Конечно, плюсик. И большой причем. Вы же не сбавляли обороты, причем 100% выполняли задания у нас. А что вам помогало? Где вы брали времени, энергию? Я не знаю, когда вы ночами все это делали? Нет, нет, не ночами. Ну, немножко закончу про Амелину Асгару. Я просто скажу, что я взяла оттуда. Для меня, во-первых, разбор именно типажей, типо я по себе начала разбирать, стала выкладывать в соцсетях, и я оттуда еще взяла для себя, во-первых, как развивать свою группу или какой-то выставить в соцсетях свой аккаунт. Там, если захотеть, конечно, можно было покопаться и прямо досконально все выложить именно по урокам. Но я для себя там немножко кратко взяла и тоже сделала себе вот именно группу, в которую я бы хотела потом в дальнейшем выкладывать, именно по-швейному. То есть для меня было бы вот это полезно. А то, что, например, я шить для себя, я сделала для себя такой вывод. Шить не нравится, но только для себя или для родных, тех, которых не гонят, которые, например, для себя, чтобы получать от творчества какое-то удовольствие, мне не нужно, чтобы меня торопили. Именно поэтому я не пошла просто в швей, который зарабатывает, сидя дома за швейной машинкой, и все. То есть заказы идут. Для меня... Это не для меня. Поэтому я выбрала именно управленческое. Управление команды. Да. Все верно. Опыт у меня там есть. Проект не только на своем труде, не как просто Мария, а строить изначально уже сразу с командой. Да. Опыт в управлении у меня есть, но это, естественно, немножко все равно по-другому. Это прекрасно понимаешь, что, чтобы вообще предприятие приносило, нужна хорошая, хорошая сплоченная команда. Это вот обязательно. Что у меня потянуло в золотой портной? Ну, во-первых, интуитивно я пошла туда. Что вы говорите, что мне давало того, чтобы делать уроки, выполнять домашние задания. Ночами не сидела, не делала. Мне хватает буквально 5-6 часов сна, чтобы привести себя в бодрый вид. Поэтому ложюсь в 11, встаю в 5-6. Мне хватает времени без подсадки. Занимались когда? По утрам, вечером когда? Больше, наверное, вечером. Но и бывало, что утром я тоже садилась. Иногда, если оставалось времени, то есть я где-то полчасика я могла тоже уделить этому время. Что больше, наверное, мотивировало, это все-таки команда, чтобы не подвести свою команду. Но это, наверное, не самое главное. Я вообще люблю учиться. Очень люблю учиться. и сначала ты только, когда первое время тебя не получалось, ты не понимала, ты не понимала, что это за гугл-таблицы, что это такое, да как это делать, вообще, да для чего это придумали. Первое время было так. Потом, когда уже разобралась, оказалось, что это вроде не сложно. И что больше, наверное, всего мне дало, то, что все-таки я пошла и стала выполнять все стопроцентно задания, это, наверное, скорее всего, ну, во-первых, лидер, в том смысле, что цель ставила, я добьюсь этого. Хочет быть лидером. Да, да. То есть это, наверное, как правильно сказала Ирина Артамонова, она сказала, говорит, синдром отличницы. Да, то есть, ну, и, и, во-первых, еще и спрашивали. То есть обратная связь была категорично, категорично обязательная, поэтому, наверное, вот это, наверное, больше всего сыграло. Ну, то есть, заинтересованность обратной стороны вы получили задание, то есть не просто, ну, пришли, заплатили деньги, делайте, что хотите вообще. Хотите учить? Хотите не учить? Да, почему, я, наверное, больше не заинтересовала, как бы, у Нелли Масгаровой, почему меня, наверное, больше, наверное, не слишком мотивировало. Да, чатов прям, там такое движение, все, прям, ну, очень большое движение. Телеграмми там, в чатах, во всем, но ты их пропускаешь, потому что там очень много движения, много, много очень сообщений, ты пропускаешь, если что-то для себя, только что-то для себя выискиваешь. И обратная связь, да, конечно, там была, а тут вот из тебя, просто из тебя наставники, настолько из тебя спрашивают. Для меня, может быть, как бы, в нашей группе, да, не были девочки, не буду озвучивать, были девочки, которым это не нравилось. А для меня, видно, на то, что, я по себе, как всегда спрашиваю, да, когда это успевать? Да вы что, вы подумали, люди ведь работают, но со временем, да, я так подумала. Оказывается, можно. Да, оказывается, это можно, то есть, даже, судя, потому что, я работаю, то есть, прихожу домой, сижу вечером, делаю, иногда, да, у меня уже мозги болят, да, и было, и такое, было, но все возможно, оказывается. Что считаете самым важным, что вы получили, вот, на самом курсе? Что самое важное? Ну, уже сказала, что это реальная картинка твоего бизнеса, плюс всегда обратная связь, вот это для меня полезно и ценно, и, наверное, то есть, мы реально кунулись, картину, это именно и поставщики, то есть, мы посмотрели и цены, и, потому что, мы же не будем, я же не буду ориентироваться только, например, на поставщиков, которые в нашем городе, естественно, можно же и заказывать и в других городах, то есть, это, естественно, уже полностью окунуться в эту картину мира, где ты, именно, вот, финансовый план, реалистичный план, ты уже просчитываешь конкретный шаг, для меня, вот это, наверное, самое полезное. Ну, чтобы картинка обрела все смыслы. Да, да, да. Как вам первая зум-встреча со мной в ресурсах, в дорожной карте? Как вы себя там увидели? Я вот почему-то нашу первую встречу, вот, очень хорошо запомнила, прям, ну, я, наверное, уже говорила, блин, да что это за человек наезжает, наезжает на меня, да что ей надо от меня? То есть, ну, вот, первая встреча была такая, да, что, ну, я вообще предельно честная, человек откровенно могу сказать так, прошу прощения, если что не так, как бы сказать, первое время, то есть, хотелось даже как-то вот так вот закрыться, незнакомый человек, и тебе что-то там говорит, и потом, когда мы уже вроде бы более-менее, как бы уже стали больше общаться, то есть, поняла, что, ну, первый, каждый человек, как сказать, индивидуальный, и у каждого своя харизма, свой характер, и как бы, каждый по-своему, как бы общается, и, то есть, вот это увидела, и очень много, очень много полезного взяла от наших зон встреч. Ну, круто. Здорово. А что сейчас, как планируете, ну, вот, когда планируете приступать к реализации своих задумок? Приблизительно, плюс-минус, какое время себе берете на эту раскачку? Ну, вообще, как-то, я уже, наверное, думала об этом, то есть, сейчас у меня, вообще, жизнь как будто поворачивается, я, наверное, последнее время, не то, что безбашенная, это, это очень, и очень ответственно, очень, я очень, вообще, по сути, всегда человек такой ответственный, тем более дева, они такие прям критичные, критические ко всем, к себе в том числе, и никогда не делать что-то безбашенно, но вот ухожу с работы, тут, как бы сказать, и вынуждено, и в то же время, не то, что вынуждено, а в то же время, и знаю, что надо, в общем-то, никуда, в общем-то, никуда, но знаю, что это тоже надо, наверно, вот после того, как я, вот, отрабатываю, на, через неделю, можно сказать, я уезжаю в Сочи, на неделю отдыхать, круто, резвобруска, вообще, классно, все, да, 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 с подругой улетаем в Сочи, она меня позвала, я такая, я опять спросила свою интуицию, и поняла, что мне, для меня эта поездка, очень-очень важна, прям, чувство, что очень важна, но так как меня на работе не хотели отпускать, пришлось уволиться, ну, нет, честно, честно говоря, я пришла туда, она мне сразу не понравилась работа, не понравилась, но я для себя решила, что это стабильная работа, что это очень перспективный банк, но проработав какое-то время, я пришла к тому, чтобы, я люблю расти, я не люблю сидеть на месте, я поняла, что я там их не получу, ну, и триггером был уход, хотя я давно уже, как бы, думала о том, что, ну, надо искать, что лучше, я искала, между прочим, триггером сыграла поездка, вот, ну, когда хотите приступать, через, после поездки будете заниматься, научилась рисковать и доверять вселенной, и после этого, и после этого я уже, нет, я не оставлю, конечно, если я, вот такой человек, если я что-то задумала, я иду до конца, всегда. Ну, круто, у вас всей нитью отслеживается, что доверяете своей интуиции, вселенная ведет вас более легким путем, тут все складывается самым наилучшим образом, увольняетесь, едете в Сочи, отдыхаете, и приступаете к реализации задуманного. Да, я планирую второй шаг, это сделать, то есть финансовый план, и второй шаг, я не знаю, как я, наверное, скорее всего, там всего несколько дней остается, после того, как я ухожу с работы, там буквально дня два, а потом я улетаю в Сочи, поэтому я, наверное, уже после поездки обращусь, именно на следующий шаг, это будет обращение именно в соцорганы, для уже обращения, то есть госконтракта, то есть бизнес-план уже по их форме, то есть это уже... Бизнес-план как в первом классе, вам покажется, ничего серьезного. Я надеюсь, надеюсь, и уже присматриваясь в разных чатах, к шевей даже уже, ну пока все думаю, что надо, наверное, обзвон уже делать, потому что на Авито выставляла тогда, когда была эта учеба, то есть у нас было такое задание, никакого телефон не получила, его уже сняли, то есть уже время, видимо, и стекло, то есть оплата прошла, но время и стекло. И есть очень много знакомых, и есть в разных чатах номера телефонов, вот тоже думаю, что заняться обзвоном именно уже в швей. Ну и помещение. Помещение я, кстати, подыскиваю, даже звонила тут недавно, но пока что без результата. Как квадратных метров себе в бизнес-план, ну по бизнес-плану наметили, какой квадрат, сколько квадратных помещения? А мы с вами тогда разговаривали, Ирина, то есть я так, минимум 70, то есть, ну, в принципе, 70, да, потому что 60, скорее всего, куда-то мало будет, но не меньше 70. Здорово. Что посоветуете тем, кто приступил к обучению? Сейчас вот стартовал 19 поток, завтра будет первая у нас Zoom-встреча, как и с вами когда-то, уже, да, первая Zoom, но не со мной лично, а общая, поэтому на следующей неделе уже со мной. Что бы им пожелали, порекомендовали, вот кто приходит на обучение, как действовать? Ну, во-первых, вас поздравляю, ну, вообще всю команду Золотой Попотной. Кстати, классная команда, очень много, очень много, что для себя. Очень много. А для участников, которые только приходят, во-первых, доверять своей интуиции обязательно. Если вы сюда пришли, значит, не зря. А во-вторых, старайтесь слушаться своих наставников, чтобы они не говорили, прислушиваться к их мнению, потому что иногда они вам помогут увидеть реальную картину того, чего вы хотите, и помочь вам разобраться в ваших планах, в ваших целях, и структурировать все это, как у меня, например, было. Ну, и удачи. Ну, и мы, в свою очередь, Ален, желаем вам удачи, чтобы ваша интуиция вас привела самым коротким путем к той финансовой цели и даже выше, чтобы тот проект, который вы сделаете, да, с учетом психологических своих там знаний, с учетом того, что вы себе много уже чего намечтали, и уже это изобличили в полный финансовый план, да, полный проект ваш готов, нюансы мы еще с вами состыкуем, чтобы там все срослось, поэтому желаем вам успехов. Будем обязательно на связи, никуда мы не прощаемся, чаты ваши работают, общайтесь друг с другом, единомышленники, всегда в помощь, вы с Екатериной, получается, прям близко, да, она в Екатеринбурге, вы, скажем, тоже рядом, поэтому общение с единомышленниками всегда помогает, поэтому успехов, перезагружайтесь, и полный вперед. Будем ждать новостей, получила субсидию, получила грант, открылась, вот они мои вывески, вот уже клиенты пошли, да, то есть это же так круто, так здорово. Да, я обязательно отправлю видео в чат, когда это произойдет, обязательно. А вам, золотой портной, и вам, в том числе, Ирина, успехов, удачи, и хороших, хороших вам учеников, и очень много, которые, очень много, которые, я знаю, что из потоков, даже не только нашего, но из других потоков, очень много тех, которые достигают своих целей, а может быть, даже передостигают, я имею в виду, в смысле, ставят одну цель, они достигают гораздо выше, и я благодарна вам за обучение и за те знания, которые вы даете. Применяйте во благо, не засушивайте в себе, сим-сим, откройся, помните? Точно, точно, Хорошо, благодарю. До связи, до свидания. Всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok